с Россией-то сложнее, потому что Россия как бы отскочила, вот бежит тройка этих спортсменов, да, спринтеров, бежит, бежит, Россия там споткнулась, путинским носом заклевала, падает, дальше идет Китай и Индия, вот они, по сути говоря, соревнуются, и они выталкивают евреев, и, собственно говоря, поэтому в России место евреев активно занимают армяне, потому что это, ну, важная прослойка, ее просто так не заменишь, да, то есть там не подготовишь своих там условно русских людей, а армяне, они как бы очень в эту тему запихиваются, плюс ко всему они фактически потеряли Армению после проигрыша Азербайджану за Карабах, им нужно где-то вот найти свое применение, с Францией тоже непонятно, вот Франция вроде их поддерживает, но они там не могут взять, условно говоря, и плечом элиту французскую оттеснить, никто там им не даст, по сути говоря, да, можете вот выступать в роли Шарля Азнавура, песенки петь там, ну, еще что-то по мелочи, а вот так, чтобы прям сесть наверхушку и там сгребать бабки и пытаться рулить политикой, такого никто не допустит, а в России, пожалуйста, в России это возможно, но, собственно говоря, либералы-евреи, конечно, не сидели на месте, они активно пытались этому всему противостоять. Ну, так вот, надо отметить, что серьезный, как бы такой вот конфликт явственный у Израиля проявился с Обамой, вообще у них всегда большие сложности с демократической партией Соединенных Штатов. С другой стороны, Обама, конечно, человек либеральный, но у него были особые взаимоотношения с традиционалистами, с международной бюрократией, со спекулянтами, с космополитической всей этой богемной тусней. То есть он был в стане либералов, но, с другой стороны, он не поддерживал национал-почвенничество традиционалистов, потому что традиционалисты делали ставку на национал-почвенничество и на национальное государство. Он не стоит на позициях классического американского либерализма, он такой космополит. Недаром, что он темнокожий, недаром, что у него там отец Хусейн. То есть это вот сознательно такой конструкт мозаичный был создан. И у него произошел очень серьезный конфликт. Конфликт дошел до того, что Обаму всячески они оскорбляли, проклинали. Обама отвечал тоже соответствующим образом. Да так, что ряд израильских деятелей были выдворены из Соединенных Штатов. И вот американская разведка выпустила этот доклад, про который я говорил. Там еще был очень важный пункт, что именно Моссад представляет наибольшую опасность, внутреннюю безопасность Соединенных Штатов. Что якобы они занимаются вербовкой, они занимаются кражей промышленных технологий у Соединенных Штатов. И вообще ведут себя безобразно, как у себя дома, понимаешь. Это естественно было с подачи Обамы, мы это прекрасно понимаем. Потому что Израиль, будучи вот в этой конструкции миноритариев-спекулянтов, он всегда опирался на американскую республиканскую партию, на республиканскую империю. И вы помните, у правых американских была идея того, что Соединенные Штаты – это 13-е колено Израилева, некогда потерянная якобы, но вот в Соединенных Штатах ревосстановленная и политически ангажирована вот в американскую, эту глобальную империю. И они делали ставку Израиль на правых консерваторов, что интересно. Вроде правые, но они связаны пуповиной с Израилем. Но так было, потому что Израиль-то поднялся на разгроме европейского континента в 45-м году, на серьезном унижении Европы. И, в общем-то, это и стало одной из причин восстановления Израиля. На Европу повесили вину того, что случился Холокост, это виновата Европа. Ну, понятно, если Германия – это Европа, все-таки это надо отчетливо понимать. Ну, там еще Франция есть, но к Франции тоже много проблем. Все-таки Петен там, они тоже как-то поддерживали. И поэтому на них повесили вину идея Холокоста, которая объясняла и, скажем так, обеляла, что ли, необходимое создание государства Израиль, как апартеидного государства, как и бесспорно. Но когда Обама сказал, что хватит, ребята, все это кормить, тут же вылез, значит, там Нетаньяху и началась вот эта вот долгая игра. Сейчас кризис взаимоотношений между Израилем и Соединенными Штатами – это продолжение той же линии. Обама – Нетаньяху. Потому что Байден – это просто человек Обамы, и все окружение товарища Байдена – это люди Обамы. В общем-то, мы прекрасно понимаем, что Байден там просто выполняет роль некой фигуры такой символической. Все, всем рулят команда Барака Хусейновича Обамы. Вот сегодняшнее противостояние с палестинцами, надо понимать, и неожиданное замерение Ирана и Саудовской Аравии – это все часть одного большого процесса, который связан с давлением на Израиль. Ведь когда Нетаньяху говорил о том, что я буду бомбить Ирана, это говорил он и при Обаме, это говорит он и сейчас, американцы давали ему по рукам. Ну, что-то он там бомбит аккуратно, американцы говорят, нет, нет, мы сами. Это понятно, аккуратное такое ударение по рукам того, что не лезь, не лезь. Это как бы пространство, с которым мы договариваемся. Ведь и Нетаньяху сам не полезет по-настоящему, потому что полноценная, полнокровная война с Ираном, она просто закончится для Израиля очень плачевно. Они в какой-то момент, конечно, друг другу были важны, в Иране пугали Израилем, в Израиле пугают Ираном, но они, скажем так, не являются полностью самостоятельными для себя, то есть они не являются вещью в себе. Над ними есть еще другие силы, которые, ну, прежде всего, Соединенные Штаты и дальше клубы, которые, в общем-то, их умело используют. А традиционалисты, которые сейчас перешли в контратаку, им Израиль, как я сказал, уже не нужен. Для этого можно усилить Иран, Саудов подключить к этому делу, потому что Сауды в свое время, несмотря на то, что как бы должны принадлежать традиционалистскому клубу, однако присягнули в 45-м году американцам и либералам, но они как бы вот в такой тоже полупозиции, да, и возможно, что их вообще там хашемиты замедли, иорданские. И удар палестинцев. Это все является частью, скажем так, если не скоординированной четко, то, по крайней мере, синхронизированной стратегемой против Израиля. И чем может Израиль ударить? Ответить. Ничем. Потому что возникает внутренний кризис. Внутренний кризис, конечно, поддержанный извне, американцами в том числе. И Нитанеху попал в ловушку. Нитанеху всех достал уже, да, он еще как бы дружбан Путин. Он достал. Что он делает? Он пытается провоцировать, говорит, сейчас держите меня семеро, я сейчас буду воевать с Палестиной, там, со всеми и так далее. Ему говорят, парень, не рыпайся, потому что зароют. Да, они там что-то очень бубнили, там, якобы, откуда-то с голландских высот. Какие-то установки якобы нашли, там, значит, кто-то выстрелил, убежал. Ну, какой-то такой несусветный бред. Это говорит о том, что Израилю не дали ходу, прежде всего, Нитанеху, вылезти из этого капкана через развязывание войны. Ведь развязывание войны, для Нитанеху, как бы это ни казалось странным, это выход из этой ловушки. Война всегда часто бывает, да. Как Путин решил выскочить из этой ловушки, когда он понял, что вот он проигрывает забег на эту длинную дистанцию, он решил тут войти в Украину. Понятно, что американцы его тоже подзюзюкивали. Войди, войди, ты как бы сможешь, парень, ты удалой. Спортсмен-зюдоист, он влез и рога обломал с копытцами своими. Вот, здесь примерно то же самое, но Нитанеху опять загнали в ловушку, ему не дали исполнить, как бы собрать, выскочить на этой такой ура-патриотической волне. И поэтому он сейчас подвисший, и подвисшая вся система израильская, она внутри себя не может, скажем так, сделать такой кульбит и развернуться так вот с черной стороны на белую. Ну, невозможно. То есть, система, которая как бы в кризисе фундаментально не имеет возможности выскочить, ну, организовать войну, скорее всего, проигранная. Горе побежденным, что они тогда будут делать? Не очень понятно. Более того, здесь интересные процессы идут. С одной стороны, есть исход из Израиля, такой контр-Алии, да, или как у немцев было Гегенрайх, такой контр-империя. А с другой стороны, Алия, то есть возвращение Израиля евреев на землю обетованную, идет из России. То есть, нагружается опять вот этим непонятным человеческим материалом из России, а евреи как бы такого другого пошива, они текают в Соединенные Штаты. То есть, вот этот процесс, он выгоден, конечно, Соединенным Штатам, потому что они пылесосят лучших, а как бы из России там всякие какие-то каццы там возвращаются непонятные с писклям голосом. Вот, возвращается именно, потому что каццы там жил, уехал в Россию, чтобы избежать службы в армии, в Цахале. То есть, вот такая очень замысловатая ситуация, кризисная для Израиля.